Я знаю, как на мед садятся мухи Этот фильм приглашает вас взглянуть на себя со стороны И тогда, увидев себя в других, вы, быть может, задумаетесь Что знаем мы о себе? О своей психологии? Насколько мы самостоятельны в своих суждениях? И как влияют на нас другие люди? Субтитры создавал DimaTorzok Очень часто, когда начинается судебная, прокурорская или адвокатская деятельность молодого юриста Происходит очень много серьезных ошибок Иногда и казусов, связанных с тем, что свидетельским показаниям придается слишком большое И даже я скажу иначе, некритическое отношение к ним проявляется А свидетельские показания, это показания живых людей Показания, которые даются, хотя и в равных условиях, как это иногда бывает, когда люди видят одно и то же Однако, давая показания, дают совершенно разное объяснение происходящему И совершенно по-разному толкуют виденные ими факты Происходит это потому, что, в общем-то, складывается так, что людям вообще, скажем, в утешении этому обстоятельству Людям вообще свойственно ошибаться Я думаю, что вот теперь И самое время проверить, насколько сильна человеческая память И каковы свойства этой памяти И в какой мере память каждого из вас склонна к отклонениям Итак, количество нападавших? Пять человек Пять человек Я считаю, что было шесть человек Три автоматчика и трое вас похищали Мне показалось, что было их семь человек Что было семь человек? Семь, да Трое автоматчиков и один был с пистолетом Каким образом я исчез со сцены? Я не заметила Не заметила? Вероятно, все, что вышли Вообще, это было очень неожиданно Но мне кажется, на вас накинули мешок Так Двое человек Так А потом вы исчезли сразу же А каким образом? Я испарился? Нет, нет, вы не испарились Я ушел Вы ушли Я ушел Ну, а как вы? А как вы? По-моему, вас схватило и унесло трое Вам тоже набросили мешок на голову Так И унесло И унесли вас Вас подталкивая повели Два человека вас свалили Факт один А мнений много Почему? Тот, который был без мешка За ноги свалил вас, собственно говоря Унесли вас трое Было их пять или четыре Я не помню точно Но я знаю, что двое были с автоматами Они стали здесь стрелять Один из них был в черной шляпе И в красном попке Значит, не будем торопиться Двое было с автоматами, вы говорите? Да, и они стали стрелять Они стояли и стреляют Что остальные делали? И сколько их было остальных не с автоматами? Остальные подбежали к вам Их было двое или трое Я не помню точно, к сожалению Как вы полагали, что это происходило? Я даже не знаю Вы даже не знаете? Я не подумала Вы эти люди смогли бы опознать? Ну, если бы они были так же одеты Значит, по одежде Да Но ведь были и лица Лица я не запомнила Потому что у них были маски А какие головные уборы вы запомнили? Все произошло почти мгновенно Неожиданность, выстрелы, эмоциональный шок Впечатления перепутались Многое сразу же забылось Домыслы и фантазия Возместили недостаток информации Вы могли бы чем-нибудь восполнить Вот ту картину, которую нарисовали ваши предшественники? Да, немножко могу Пожалуйста Прежде всего я был подготовлен к тому, что наш профессор будет цел и жив, невредим Понятно Вы не очень испугались? Да, я не очень испугался Вот это на земле хорошо видеть Второе, что я запомнил Вы не очень сопротивлялись Человека, которого очень насильственно уносят Он более сопротивляется Третье, что я запомнил Сначала к вам подскочил один человек Тут выскочили, нет, сначала выскочили люди Потом выскочил за их спинами человек И что-то вам делалось Что-то вроде за рот хватало Что-то в этом роде И сзади подходило Кто-то сзади, да? Да А сколько было? Сзади, значит, он один был? Нет, потом подбежал еще один И они что сделали со мной? Потом они попробовали Ну, я не видел, что они делали вообще Он не обратил внимания Но видел, что они приложили какие-то усилия Но не очень большие Для чего? Чтобы унести меня? Нет Или уволочь? Да, вообще увезти, чтобы удалить отсюда Значит, они что, у меня уводили, толкая спину Или тащили меня за руку? Как я исчез со сцены? Как вы исчезли? Еще один, по-моему, еще один автоматчик Который стрелял вот ближе всего сюда Он тоже помоген Помоген, да? Да Он толкал меня, возможно? Да, кажется Кажется, толкал он Они вас, кажется, не поднимали По-моему, это я вас толкаю на ответы Нет, не толкал он Неправильные Вам не кажется? Нет Нет, вы убеждены в том, что вы говорите? Да, но я не очень заметил Не очень обратил внимания Как вы носили профессора? Понятно Проверьте и вы свои впечатления Вот как это было Я одного запомнила Запомнили одного? Да Вы пишите Я не знаю Я не смотрела на одежду Не смотрела, в чем он был Одет, обут Но как-то посмотрела я на лицо Хотя она была и закрыта Так Ну, такое худое лицо Очень худое Высокого роста он был И повязка немного вот так вот слетела И я запомнила черты лица Вы запомнили черты лица? Да Вы могли бы опознать этого человека? Могла бы Каким образом? Ну, таким А вы его не видели раньше когда-нибудь или позже? Я позже его видела Где? Он стоял на сцене В милицейской форме В милицейской форме? А здесь есть Этот человек? Пригласите, пожалуйста, сюда Тут нас охранял Старший сержант Старший сержант Вдите, пожалуйста, сюда Если вы не затруднете Старший сержант Старший сержант Старший сержант Старший сержант Этот Точно Точно Точно? Точно Понятно Ну, хорошо Он не виноват в похищении Он разве виноват в том, что он разрешил меня похитить Несмотря на то, что он должен меня охранять Да, но он точно Вы считаете, что это он? Да, считаю У вас не было в этом зале? Не было Есть у вас свидетель, который может подтвердить это? Есть Где он? Вот там сидит Кто? Подойдите, пожалуйста Да, подойдите Еще один сержант Пройдите, станьте, пожалуйста Хорошо Вы подтверждаете, что товарища не было на съемке? Да, подтверждаю Когда вы зашли на съемку? Восьм Начало девятого Ну, уже после этой стрельбы После этой стрельбы, да? Да Откуда вы знаете, что была стрельба? Ну, нам уже рассказывали Ребята наши Просто дежуреры здесь Вас это убедило? Нет Я все равно Значит, вы мне не верите? Что он меня не похищал? Нет, не верю Наше восприятие Наш личный опыт нередко подводит нас Мы понимаем это Мы понимаем это И потому почти всегда Встать и подойти сюда Быстренько, ребята Пожалуйста, пожелей Нам нужно человек 20 Для первого эксперимента Быстренько, быстренько Вас проведут в помещение Для испытуемых Тут дверь, пожалуйста Сколько у нас добровольцев? Начинаем Эксперимент Пригласите, пожалуйста, первого испытуемого Подойдите сюда Посмотрите, пожалуйста На эту фотографию Перед вами портрет Очень опасного преступника Ваша задача заключается в том Чтобы вы, глядя на эту фотографию Дали психологическую характеристику Этому человеку Пожалуйста Ну, характеристику С какой точки зрения вообще? С человеческой точки зрения Что это за человек? Мне кажется, что этот человек хитрый Так Замкнутый, скрытый такой Так А в чем проявляется его хитрость, лукавство? Черты лица какие-нибудь обнаруживают эту особенность? Глаза Особенно его глаза говорят О нем, потому что он такой Подлый, да Подлый Подлый, хитрый Лукавый Понимаете, этот человек Как-то, по-моему, очень хмуро Смотрит на окружающий мир По-моему Ему свойственно какое-то Недовольство, презрение к людям Холодное лицо у него? Да, ну, приятное А вот преступное начало Что в нем выдает? В его лице Глаза Глаза? Да А что в них, в этих глазах? Холод Холод Ну, я бы сказала так, что этот человек Очень злой Человек, на которого Трудно положиться Потом видно, что Он Очень бывалый Это, я бы сказала Ну, помимо того, что у него на лице шрамы Нос разбит Ну, и само вот Лицо уже как бы вылеплено С годами уже В лице вырисовались какие-то определенные черты Изобличающие жестокость И непреклонность этого человека У него вот подбородок очень такой выдающийся Как обычно бывает и волевых людей Потом Нос Какой-то очень топорный, очень грубый Который не бывает обычно на лицах интеллектуальных А свидетельствует скорее о какой-то узости и ограниченности взгляда у этого человека У него очень жестокие глаза Очень какие-то неприятные, холодные глаза И вообще выражение лица Какое-то Очень суровое И какое-то И жестокое В общем, конечно, об этом человеке трудно сказать Что-либо хорошее Спасибо большое Сядьте, пожалуйста, в первый ряд Вон, кто девушки Следующий испытывал, пожалуйста Прошу вас Здесь встаньте Взгляните, пожалуйста, на эту фотографию Перед вами портрет очень большого ученого Товарищи Миша Эйтина Ваша задача заключается в том Чтобы, глядя на эту фотографию Вы дали психологический портрет этого человека Конечно, мое мнение чисто субъективное И в принципе по фотографии Довольно трудно сказать что-либо Но в данном случае можно сказать Что это человек Довольно умный У него пристальный взгляд Взгляд пронизывающий Буквально прямо как рентгеновские лучи Человек, очевидно, все-таки Очень деятельные И в то же время мягкие Добродушные В общем-то на него можно положиться Ну и Вообще, очевидно, это все-таки хороший человек Спасибо большое Садитесь в первый ряд Ну как, поглощен работой, я бы сказала Так Увлеченный вообще, наверное Вообще, серьезный, но, наверное, немножко с юмором Серьезный, серьезный Хорошее у него лицо Лицо, ну, приятное Приятное лицо Да Добрый он человек Да, наверное, добрый Детей должен любить Детей должен любить Очень хорошо Думаю, что Когда говорит с окружающими Он нравится окружающим Ну, может расположить к себе людей Портрет преступника Об этом свидетельствуют его глаза Так, нахольновато прищуренные Мне кажется, что даже Когда он говорит о чем-то хорошем У него все равно такое впечатление, что В душе что-то у него такое нехорошее есть Портрет ученого В его взгляде отражается Большая умственная работа Он очень много работает над собой Лоб у него Сократовский, такой, высокий Это вор-лицидист Взгляд Ну, как бы, не человеческий Негуманный взгляд Похоже вообще, что садист даже Он, наверное, много пьет Отсюда Отсюда все Все следует Известный ученый Глаза у него Сощурены По-доброму Добрый прищур, да? Да В ситуациях неопределенных При нехватке информации Мы невольно находим то Что ждут от нас другие люди В зависимости от установки От слов экспериментатора Мы обнаруживаем черты и качества Которые обычно приписывают Преступникам Или ученым Мы видим то, что хотим увидеть Психологическая установка Это неосознанная настроенность Готовность что-то воспринять Определенным образом А мы считаем Это мое мнение А если рядом есть мнение других людей Возникает конфликтная ситуация Как решаем мы ее? Как поступаем? Дети Прекрасная модель Для изучения Некоторых психологических закономерностей Ну-ка послушаем Слышите, Сюрочка? Да Он будет проверять Как вы все поняли и запомнили Олег, какого цвета пирамидки? Обе белые Обе белые Андрюша, какого цвета пирамидки? Обе белые Оленька, какого цвета пирамидки? Обе белые Действительно, обе белые А когда я поставлю две пирамидки Белую и черную Что ты скажешь? Обе белые А ты? Обе белые Ты? Обе белые Прекрасно, все помните Значит мы можем с вами проводить эксперимент Да? Волочка, иди к нам Иди, иди сюда Вот здесь садись Олешка, какого цвета пирамидки? Обе белые Андрюшенька? Обе белые Оленька? Обе белые Волочка, посмотри Какого цвета пирамидки? Она черная, она белая Молодец Серная и белая Умница, детонька Черная и серая Вот это черная Черная и белая Молодец, Рома Многие наши поступки Объективно объясняются внушением Хотя мы этого и не замечаем Обе белые Оленька, какого цвета пирамидки? Обе белые Скажи, детка, какого цвета пирамидки? Обе белые Молодцы, ребятки Олешка, посмотри внимательно Какого цвета пирамидки? Обе белые Андрюшенька, посмотри Какого цвета пирамидки? Обе белые Оленька, какого цвета пирамидки? Обе белые Леночка, какого цвета пирамидки? Обе белые Обе белые Обе белого Подвинь, пожалуйста, к себе черненькую А почему же ты сказала, что она белая? Почему, детка? Ну? Не знаю Не знаешь? Белая, а тут другая черная А ты сказала, что они обе белые Почему ты так сказала? Да, потому вот тоже они сказали белые Дети сказали И ты за ними повторила, да? А почему ты за ними повторила, когда ты знаешь, что это белое, а это черное? Я хотела Что ты хотела? Повторить Почему? Потому что они сказали так Продолжим эксперимент Каша Сахар Соль Предложим эту кашу детям Дай Сивану, пожалуйста Ну-ка, что нам сейчас тут дадут? Какое блюдо, каша замечательная Сейчас вы должны отведать кашки И сказать, хорошо ли она приготовлена Сладкая или каша Да Первой дадим Танечке Танечка попробует и скажет, какая у нее каша Сладкая Ну-ка А Валик Попробует каши Какая каша? Каша 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 Так А Вова, что нам скажет? Какая у него каша? Сладкая Сладкая каша Так, ну-ка, Вика Какая каша? Сладкая Сладкая Итак, всем сладкую Последнему соленую Сначала попробуй, как следует Какая каша? Соленая Такое поведение называют независимым Стремление к самостоятельности Ориентировка на собственные впечатления Нам кажется это естественным Но вот когда мнение окружающих оказывается намного важнее личных ощущений Когда добровольно отказываются от собственного мнения Такое поведение называют внушенным Иногда конформным Внимание Каша соленая Алена попробует каши и скажет нам, какая каша Попробуй, как следует кашу Как следует Нравится каша? Сладкая каша? Хочешь еще каши? Почему? М? Соленая Потому что соленая А что, зачем же ты сказала, что она сладкая? Сладкая Сладкая каша Валик сейчас попробует и скажет нам, что за каша у него Сладкая Сладкая каша Сережа Ну-ка, Сережа Сладкая Ну, теперь мелочка осталась Какая мелочка каша? Сладкая Ну-ка, давай еще, Мила, попробуй Что за каша? Хочешь еще каши попробовать? Ну, это сладкая? Милочка, какая каша? Очень сладкая Очень сладкая Хочешь еще каши? Для всех нас очень важно мнение других Такой каши еще не хочешь, а почему? Ну, не вкусно Потрясающий ты ребенок, Милочка И не будем обвинять наших малышей Ребята, мы с вами должны договориться, где будет сидеть испытуемый Четвертый портреты Это портреты одного и того же человека Первый и четвертый Не похоже Это нереально Конечно Разница в возрасте Ну, первый и четвертый Это совсем разные люди И борода разные Во-первых, овал лица совершенно другой Форма носа, форма ушей Кладки на углу Мне кажется, что было через четвертый и пятый Ребята, наша задача Я вас поняла Все, прекрасно Вы считаете, что первый и четвертый не очень похожи, да? Да совсем они не похожи Очень хорошо, Юра У нас такая задача Взять не очень похожих людей Или очень не похожих, как вы говорите И все-таки находить в них общие черты И убеждать нашего испытуемого, что они похожи И мы посмотрим по результату Хватит ли у нас силы наших слов Чтобы убедить испытуемого Давайте попробуем Ну, это все сложно Ну, сложно, но вы попробуете Договорились? Попытно Хорошо Прошу вас, взгляните на эти пять фотографий И скажите Есть ли среди них портреты одного и того же человека Или это пять фотографий пяти разных людей? Все портреты разные Вы убеждены, что здесь пять разных людей? Да Вы уверены в этом? Да Посмотрите, пожалуйста, на эти пять фотографий Внимательно посмотрите И скажите Есть ли среди этих портретов Портрет одного и того же человека? Или это пять фотографий разных людей? Внимательно посмотрите Начнем с вас Пожалуйста Мне кажется, что на первой и четвертой фотографии Это один и тот же человек И мне кажется, что Многое говорит о том, что это один и тот же человек И вот что характерно Вот эта родинка На четвертой фотографии На правой щеке И Она же видна и на первой фотографии Только Здесь как раз она на границе света и тени Она немножко Смазана Но все-таки, если присмотреться, она видна Очень характерна у них Носогубная складка Совершенно одинаковая Ну и вообще вот так вот Тип лица очень Ну один и тот же буквально Одинаковый разрез глаз И особенно характерно являются Морщины и мешки под глазами Одинаковые брови Похожи уши у этих людей Хотя на первой снимке там шапка надвинута Мне кажется Для того, чтобы скрыть Большинство высказывает единое мнение И это мнение дарит Видно вот щербинка в зубах Ну это не просто одна атака Что зуба нет и все А видно, что человек что-то держал широко Видишь, прорезь такая Это от характерного держания трубки Трубка вот так вот смыкает Творду Я считаю, что здесь все разные люди Во-первых, форма ушей Как раз не идентична На первой и на четвертой фотографии На четвертой фотографии Явно видно внизу уха Углубление Морщина На первой же фотографии Ее нет И ухо на первой фотографии Короче Потом форма носа По-моему, разная Во всяком случае На четвертой фотографии Ясно видно Утолщенный Нижний конец носа На первой же фотографии Нос явно курнос Даже при старении человека Он, по-моему, усохнуть не мог Просто там нос Очень попал в солнечный свет В всяком случае Я не вижу, что нижняя часть носа Нависала на первой фотографии Психологическое давление группы усиливается На первой фотографии От уха вниз Идет такая Как бы складка Согласны? Да Так на четвертой фотографии Вот она видно Прекрасно Это большая челюсть С левой стороны Видите, какая челюсть Выдается нам И челюсть одна и та же И теперь вот посмотрите На четвертой фотографии Вот эта щербинка в зубах Посмотрите Она внизу Такую широкую полосочку имеет Характерна для длительного удержания трубки На первой фотографии Трубка держит Этот старик Явно с левой стороны Так это сдвинуто вот это А по центру Она всегда держится Поддержит он И то, что уши короче Это потому что Нижняя часть уха Явно короче Так короче Здесь просто ближе снято Лицо больше И поэтому кажется Ух Я знаю, что специально Так мы заснимали Ширину вот этот снег И здесь впечатление Создается, что оно Такое маленькое Но высокое А здесь наоборот Создается такое Что оно широкое Об этом даже есть книги Вот об этих эффектах Могут быть совершенно разные Вот даже человек Если полосочку одевает Костюм Например Он кажется выше И потом Количество морщин Я посчитал За это время Так оно точно совпадает С количеством морщин На первой фотографии И опять же показывают Вот эту нижнюю часть Особенно на четвертом снимке О том, что нет здесь Второго Двойного подбородка Ну, вам не кажется Что бородавка На первой фотографии Несколько ниже Чем на четвертой Как? Это, по-моему Это мешки Уже отяжеления кожи Где? Вот здесь вот что? Нет, в этот раз Мне очень четко видно Что они Да, они немножко ниже Правильно Так мешки Когда появились Убедили вас, ребята? Это портрет Одного и того же человека На первой и четвертой фотографии Нет, это портреты разных людей Спасибо, ребята Когда первый человек сказал Что они одинаковые Я просто удивилась И ожидала, что второй человек Скажет, что они разные Когда я второй сказал Что они одинаковые У меня появилось Некоторое колебание Сомнение Сомнение, да Ну и когда все шесть сказали Что они одинаковые Сомнение, конечно, возросло Но все-таки Я вообще немного рисую Я посмотрела внимательно И мне показалось Что они разные Вам трудно Вам трудно было сказать Что первый и четвертый разный Трудно Трудно Борьба была внутри Да Посмотрите на эти фотографии И скажите Есть ли среди них Портрет одного и того же человека Или это пять фотографий Пяти разных людей Это фотографии пяти разных людей Вы уверены в этом? Да Если среди этих портретов Пяти Портреты одного и того же человека Пожалуйста, вы Если посмотреть внимательно На эти снимки Так мне кажется Что второй и четвертый портрет Имеют наиболее общие черты Характерные для каждого лица Бабушка и дедушка? Да И мне кажется Что второй портрет Это переодетый грузин Если тщательно выбрить Одеть платок Зачесать волосы аккуратненько Так получится довольно неплохо Пожалуй, у них очень сходные морщины возле глаз Совершенно идентичные Здесь, конечно, заметна разница Во времени съемки Но узкая переносица Такой мясистый нос Складки около губ И, значит, расходящиеся от глаз морщины Они не только их форма и направление Но даже количество Я сидел так подсчитал Одинаково Это видно из того, что Здесь одинаковый у них подбородок Волевой такой И еще очень похож лоб И здесь посмотреть на второй фотографии Левый глаз Так У него вот это вот здесь вот такая Ну, как бы Складка Не, не складка А как бы Ну, как бы родинка, да И вот здесь на четвертой фотографии То же самое В углу на левом глазу Ну, правда, на второй фотографии Глаза несколько прищурены Но все равно разрез глаза Стоит тот же Размер глаз тот же И на четвертой фотографии Видно большое ухо И на второй фотографии Тоже угадывается Под косынкой Большое ухо Я думаю, что это один и тот же человек При том еще И возможно поэтому На четвертой фотографии Когда сказали, наверное Что будем снимать Тебя потом Как женщину Так он улыбается Вот здесь вот разница В том, что на четвертой фотографии Улыбается человек А на второй уже Пытался Сделать серьезное лицо Ну, вот если предыдущие выступающие Товарищ сказал Что он остался при своем мнении То я, когда сказал, что здесь Все люди разные Наверное, все-таки Изменил свое мнение Потому что Действительно Я не учел Разницу Во времени съемки Так что я думаю Что это действительно Один и тот же человек Сфотографировал Спасибо Посмотрите на пирамидки Какого цвета пирамидки? Пожалуйста Обе белые Вы, пожалуйста Обе белые Вы, пожалуйста Обе белые Обе белые Вы Обе белые Вы Обе белые Черное и белое Да неужели? Вы убеждены в этом? Да Посмотрите, пожалуйста На портреты Второй и четвертый портрет Бабушка и дедушка Вы считаете, что это портрет Одного и того же человека? Да Это ваше мнение? Да, это мое мнение А посмотрите, пожалуйста На первый и четвертый Вас не смущает, что на первом портрете Курносый человек С круглым лицом А на втором Другой тип лица И другого строения носа Вы тоже считаете, что это портрет Одного и того же человека? Наверное, нет А как же так? Вы первый раз сказали, что эти люди не похожи Когда мы с вами отдельно разговаривали Потом Почему же вы пошли на поводу у ребят? Просто я не мог Привести, наверное, возражения свои Не хватало аргументов? Наверное Ну как же, курносый нос и длинный нос Значит, вас легко уговорить Наверное А почему же вы не говорите, что обе белые пирамидки? Левая и правая, обе белые Почему вы не говорите? Это очевидно Вас можно было бы уговорить, что они обе белые? Здесь говорить нельзя Посмотрите, какого цвета пирамидки Ваше мнение? Обе белые 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 Спасибо большое Ребята, спасибо Я, наверное, пошел на поводу грубо, потому что так устроен человек Понимаете? Что... Как он устроен? Если семь человек говорят да То восьмому человеку тяжело сказать нет И, может быть, в редких случаях он говорит все-таки нет Потому что человек в разном возрасте В девятнадцать лет у него еще не сформировавшийся характер В тридцать лет уже сформировавшийся Он может как-то противостоять этим семерым Вы сейчас сказали Что седьмому невозможно не сказать Так же, как все Но все-таки есть Когда есть внутренняя убежденность И эта внутренняя убежденность противоречит мнению всех Должна же быть какая-то реакция Мне стало как-то неловко Перед своими товарищами Что они такие эрудиты Могут так это все грамотно подчеркнуть Вот Заметить каждую маленькую деталь Как-то ее сопоставить Как-то связать все это А у меня это не получается Потому что я не вижу никаких сопоставлений Я не вижу ничего общего И до последнего момента Буквально вот до шестого человека До выступающего шестого человека Я был где-то не согласен У меня даже небольшой смешок такой вырывался В душе Как они могут женщин и мужчин Сопоставлять в одно целое Хотя тут Явно видно что Это разные люди Вот Ну Все-таки Вот именно как-то в порыве Вот Тут я уже как-то Именно себя неловко чувствуя Я сказал Перед группой Да И перед группой И перед вообще Теми кто снимал Я сказал что это одни люди И даже из-за аргумента взял рот Что это один и тот же человек И из-за аргумента взял рот Которого совсем не было видно На фотографии номер 4 у старика Потому что там была борода Ну потом я конечно это все продумал Мне кажется это получилось произвольно Однако Это как-то Меня быстро вырвало Потому что я Считал нужным аргументировать Чтобы не оплошать перед своими товарищами Да Вот Но Я Где-то в душе с ними был не согласен И потому даже мое настроение Это подчеркивало Вот Испортилось настроение Да Очень испортилось Потому что я считал Или просто я неграмотный Или просто они чересчур грамотные Ну пожалуй А что касается третьего случая То на меня уже настолько подействовала Вся эта обстановка Все эти обстоятельства Что просто Я подумал что это какой-то математический курьез Это какой у вас был третий случай Третий случай это с белым и черным кубиком Когда я буквально три раза подчеркнул Что это оба белых кубика Пирамидки Обе белые пирамидки Обе белые пирамидки И только значит потом уже Как-то Все-таки Более-менее взрослый человек Ну и доверяя своим ощущениям и восприятиям Я сказал что это Черный и белый кубик Это значимая для вас ситуация? Я бы не сказал Не очень Не очень А в значимой ситуации Вы обязательно будете принципиальными? Я буду оставить только свое мнение Уверен в этом? Я уверен в этом Конечно на черное скажет Белое может быть только один из тысячей Но давление группы Нелегко выдержать любому из нас Особенно если от нашего решения Ничто не изменится Если предмет конфликта Не особенно важен Незначим А если ситуация принципиальна Если она затрагивает убеждения человека Скажите пожалуйста Вот в трудных ситуациях В ситуациях когда Каждый ребенок класса Имеет Возможность сделать выбор И играть так сказать В эксперименте В свою пользу может И в пользу класса может Как будут вести ребята вашего класса? Как они будут вести себя в этой ситуации? В этой ситуации Я вам сейчас объясню Представьте себе тир Аллочка, ты была в тире когда-нибудь? Нет Ну вот посмотришь какой тир у нас В тире две мишени Левая мишень и правая мишень Если ты будешь стрелять в левую мишень То этот автомат Выбросит металлический руб Который ты возьмешь себе И стратишь его Как тебе захочется Если в правую мишень То этот счетчик Бросит рубль сюда И эти деньги пойдут на Общие классные дела Сейчас я уйду И раздастся звонок После звонка зажжется табло На левой мишени и на правой мишени И ты увидишь сколько ребят Из вашего класса стреляло влево И сколько ребят из вашего класса Стреляло вправо Предыдущие Да Те которые были перед ним Но на самом деле Этим табло распоряжаемся мы А вовсе не те ребята Которые прошли перед ним И мы делаем так что на левой мишени На той мишени Которая для себя Загорается 16 или 17 лампочек А на правой 2 Или 3 Значит каждый ученик вашего класса Оказывается в конфликтной ситуации Его ребята Его класс Его товарищи Якобы все Стреляют в левую мишень Это 16-17 ребят Сделали выстрелы Якобы стреляют Свою пользу А на правом табло Будет гореть всего 2 огонька В пользу класса В пользу класса И конечно эта ситуация Будет для каждого Уступать как конфликтная Потому что она все таки Неожиданно наверное И все таки каждый Наверное думает Что его класс более сплоченный И вот мы посмотрим Как эти левые огоньки Смогут они сбить Так сказать устойчивость Ребят вашего класса Вашего класса Или нет Да это интересно Вам не страшно За ваших ребят Страшновато Вы не боитесь Что мы пошатнем Так сказать Их стойкость И коллективистическую направленность Знаете В таком возрасте Мне кажется Очень легко Пошатнуть такую стойкость А вам интересно Узнать как на самом деле Обстановить Очень интересно Это мне поможет в работе Я сейчас уйду И после сигнала Ты будешь работать Хорошо? Хорошо Что она Such a typho И что она Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтому, наверное, можем порадоваться за младших подростков, потому что в условиях, когда им ставят специальную установку, делать против коллектива, 80% выдерживает испытания и перешагивает через нашу установку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И увидев свое отражение, увидев себя в других, вы, быть может, задумаетесь. И следующий ваш шаг, ваш поступок будет более обдуманным, более сознательным, принципиальным. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...